2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Итак, недельная глава называется «Пинхас». Это 31-й раздел Торы и 8-й раздел книги «Бамидбар. Числа». Имя свое получил по первому значимому слову текста. В данном случае это имя «Пинхас». Содержит стихи с 25-й главы 10-й стих по 30-ю главу 1-й стих. Итак, в этой недельной главе, знаете, важны комментарии. И я хочу поговорить с вами об именах. На Востоке применто считать, что имя человека раскрывает его сущность. Помните, да, как в Писании написано? Притча «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Вспомните, как бы, книги Руф, книги Неимень. Помните, да, книга Руф и историю Неимень. Она ушла из своего города с сыновьями, они пришли в другую страну. Там произошли ряд событий. Потом сыновья умерли, и она возвратилась вместе с Руф в свой город. И ее начали спрашивать, Неимень, что случилось? И она сказала, не называйте меня Наимень, а называйте меня Марой, Горечь, Скорб. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. И вы мне сейчас можете спросить, при чем же эта глава Пинхас к именам? Но мы к этому еще подойдем. И очень важно, мы должны видеть, что в Писании существует ряд трансформаций имен, которые сопровождались определенными действиями. Авраам, Авраам, он послушался Богу. И помните, по пустынной дороге шел усталый караван. То есть Авраам послушался Бога и стал Авраам. Он стал отцом многих народов. Яков, он сражался с Богом. И он стал Исраэль. И сам Бог давал эти имена. Сам Бог раскрывал их новые сущности. То есть, ну, например, такой быстренько легкий пример из Брит Хадаша. Мы очень часто, помните, говорим так. Был Рэбе Шауль, он покаялся и стал апостол Павел. Но это неправда, потому что он как был Рэбе Шауль, так он и остался Рэбе Шауль. Апостол Павел, это было второе его имя. Поэтому это немножко другая история. Так же само Петр Симон, да? Симон Петр. Шимон Кефа. И Шуа говорит, Шимон, имя будет тебе Кефа. Но на самом-то деле он как и был Шимон, так и он остался Кефой. То есть, и написано в Писании Симон Кефа. Почему я так говорю? Почему я коснулся Авраама и Шимона Кефу? Я хочу вам рассказать историю Осии сына Навина. Вы знаете, кто такой Осия сын Навина? Вы даже, у нас в Библии есть книга. Осии сына Навина. Да? Правильно, Рэбе, вы не подсказываете. Вы все знаете. Зачем это все? На самом деле, Осия – это Иисус Навин. Иисус Навин, имя Ешуа, Егашуа, ему дал Моисей. Перед тем, как двенадцать саглядатов пошли в землю обетованную, двенадцать разведчиков, он сказал, вот смотрите, это в числах, вот имена, числа 13 глава, 17 стих. Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом. Это очень интересный момент. Я говорю об именах, я говорю о сущности, я говорю о бездневенных сущностях. И смотрите, очень интересно, что имя Иосия означает «Господь спас», ну буквально «спасает» вот в данный момент. А имя Ешуа означает «Бог спасающий». То есть произошла трансформация из человека, который спасается, он стал человеком, через которого Бог являет свое спасение. Понимаете, да? И мы смотрим дальше. И очень важно, что когда Моисей задает Богу вопрос, после известия о том, что уже он говорит Моисей в этой главе, вот именно в главе Пинхас, Бог говорит Моисею, ты не войдешь в землю обетованную? И Моисей спрашивает, тогда кто этот человек, кто войдет и кто поведет за собой народ? И Бог ему говорит, это будет Иисус Навин. Он не говорит «Осия», он говорит «Иисус». Он соглашается с Моисеем. И тут очень интересный момент. Он соглашается с Моисеем. Смотрите, Бог усиливает эту уникальность. Он говорит, что только Иисус Навин, да, который был Осией, он один, ну двое еще, халиф, они двоем из всего поколения, вышедших из Египта взрослых, войдут в землю обетованную. И тогда вот здесь, знаете, значит, наступает уже период осмысления. Ты понимаешь, что имена, да, давались не просто так. Имена показывали определенные моменты, этапы жизни. Авраам стал Авраамом, отцом многих народов, да. Сара, сварливая, стала Сара, мать многих народов. И Яков стал Израилем, князем Божьим. И ты понимаешь, что тот же Иосия, он становится Иисусом, Игошуа, ну то есть Ишуа. И тогда мы понимаем, что что-то произошло важное. И нам очень печально иногда, ну делаем, конечно, выводы из этой главы. Мы смотрим на Моисея, и нам его безусловно жалко. Он сделал много дел, он сделал много великих божьих вещей, но он не вошел в землю обетованную. И нам хочется быть Иисусами Навинами. Нам хочется войти в землю обетованную вместе с Ним. Но, ну да, вы помните, даже когда-то существовало у нас такое движение, поколение Навина, поколение Навинных, да, что мы возьмем этот город, мы захватим эту страну для Господа, вот такое, да. Но знаете, я тут увидел один парадокс, я не могу без парадоксов. Мы все хотим стать сильными Иисусами Навинами, минуя стадию верного Осии. Мы хотим стать теми, кто войдет и захватит город, минуя того, кто был послушным, слугой. То есть превратиться в бабочку, минуя стадию гусеницы, кокона, вот этой великой штуки, которая называется метаморфозы, превращение, и сразу в бабочку. Родились и сразу в бабочки. То есть сразу, чтобы у нас как бы поменялись имена. Каждый из нас имеет уникальное имя. То есть это имя идентифицирует нас в обществе. Я Валентин, и вы знаете, это Валентин, и он такой, и вот он, то есть вы, зная меня, зная мое имя, можете смотреть на мою жизнь. Ну, в мире много Валентинов. Но каждый из нас имеет уникальное собственное имя. И Бог сказал, что Он дал нам новое имя. И в Откровении написано, что однажды Он раскроет нам эти имена. Но к этому мы еще подойдем. Но к чему я все подхожу? Я подхожу к тому, что Осия, Осия, он был верным, он был послушным, и наступил момент, когда Бог изменил его, он трансформировал его. И так, смотрите, смотрите, еще раз, я вернусь на секундочку, я уже поспешил, имя, которое известно Богу. Кто вас слышал, имя Хадсон Тейлор? Хадсон Тейлор, это человек, который посвятил свою жизнь служению, распространению Евангелия в Китае. И знаете его второе имя? Отец китайских миссий. Так же самое, кто-то слышал о вас, об одном евреи из Польши, Соломоне Гринсбурге? Один человек, два человека. Соломон Гринсбург, его имя апостол Бразилии. Это человек, который принес Евангелие в Бразилию и насадил большинство существующих на сегодняшний момент церквей. Еврей из Польши, который бежал от погромов, уверовал в Ешуа. Кстати, он учился в той школе, в которой потом учился Леон Розенберг. И он принес Евангелие. И его имя апостол Бразилии. Это имя, которое дал ему Бог. И каждый из нас, каждый из нас, да, имеет какое-то тайное такое имя. Трансформация наших имен сопровождается действием. То есть, буквально, наши действия меняют наши имена. И каким же образом это все происходит? Верностью, постоянством, послушанием. То есть, то, что происходило с Осией. Он был верным, он был возле Моисея, когда он был еще Осией. Он служил в Скинии. Он был верным, когда народ бунтовал, он был возле Моисея. Он всегда делал, то есть, он был Осией. Но наступил момент, и Моисей ему сказал, ты больше не Осия. Ты больше не тот, кто спасается. Ты тот, кто будет спасать. И Бог говорит, я согласен с тобой. Я согласен с тобой. И у нас книга Иисуса Навина, а не книга Осии. Итак, каждый из нас, каждый из нас имеет это тайное имя. И оно высвобождается в действии. Постоянством, верностью, послушанием. Знаете, мы не любим слово послушание. Мы не любим слушать других людей, при этом ожидаем, чтобы другие слушали нас. Особенно, если мы считаем себя необделенными. Знаете, так как Карей. Послушай, Господь среди нас, и все мы слуги Божии. И что ты командуешь? То есть, послушание высшестоящим. И написано в Писании, что Бог сделает что? Подымет свое время. Дальше. Служением. Кропотливым, невидимым, очень часто невидимым. Никто не видел того, Иисуса Навина в скине, как он работал, как он служил, как он делал что-то. Но Бог видел. И поэтому, когда Моисей назвал его Иисусом Навиным, Иисусом, он сказал да. И, наконец, еще духовным поиском. Помните, он поднимался в гору. Он поднимался вместе с Моисеем, осея в гору. Что происходило? Это наш поиск от личной отношения с Богом. Знаете, ваши личные отношения с Богом, ну, это личные отношения. Они включают личные. Никто за вас не будет искать откровения. Вы должны сами найти Бога. Вы должны сами найти, стяжать эти откровения. Молитва. Знаете, я говорю о молитве, потому что очень важна молитва. Молитва в общине. Потому что это духовная брань. Вместе, как одна большая семья. Лично каждый на своем месте в доме. Понимаете? Это очень важно. И в общине нужно поднимать молитву. Вы должны подниматься в молитве. Я не говорю, что вы не молитесь. Но я говорю, что наступает время, когда мы должны переходить на новый уровень. Когда мы должны научиться жертвовать чем-то. Когда мы должны понимать, осознавать вот эту важность молитвы. Важных близко отношений с Богом. Это время трансформации. Когда Осия становится Иисусом Навиным. Когда мы становимся теми, кем видит нас Бог. Да? И спустя некоторое время, спустя время, не ожидая награды от людей, не ожидая, что служа Богу, не ожидая награды, мы услышим очень хорошее имя. Он скажет, подойди ко мне, любящий и верный раб. Раб. Представляете? И мы говорим, раб это плохо, но Бог называет нас своими рабами, и Он же называет нас своими детьми. Он дал нам новое имя. Помните песню? Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане, нас зовут дети царя, дети, те, кто идут за Господом. Поэтому эта глава очень интересна. В этой главе много чего интересного было рассказано, но самое интересное, что для меня коснулось, это история имен. Это имена, которые трансформировались в сущность. Это Осия, ставший Иисусом Навиным. Осия, совершивший путь, совершивший служение для того, чтобы стать тем, кем Он есть. И мы, как дети Божьи, мы призваны в Его чудный свет. Мы призваны в служение Божье. Мы призваны служить друг другу. Мы, написано, что нету большей любви, когда кто-то положит своего душу за брата. И еще написано, что мы должны носить бремена друг друга. И от этого узнают, что между нами есть любовь, если мы будем это делать. Поэтому, знаете, если вы хотите стать Иисусом Навиным, поколением победителей, как говорят, станьте Осией. Начните с Осии. Начните с гусеницы, и вы станете бабочкой. Начните со слуги, и вы станете рабом Божьим. И Бог скажет, для вас это самое будет прекрасное. Подойди ко мне. Поэтому, Отец, я прошу тебя во имя Ишуа за всех нас и за себя лично. Благослови нас, Господи. Благослови нас видеть Тебя, слышать Тебя и исполнять Твою волю. Мы хотим, Господь, быть Твоими слугами. Мы хотим, Боже, не перепрыгивать через что-то, чтобы, Боже, не просто входить просто в это. Быть, начиная с малого, верностью, дальше, и входить в то призвание, которое Ты приготовил нас. Я благодарю Тебя, Господь, что каждый в этом зале имеет призвание в Господе. И каждый из вас имеет имя Божье. И это имя любящий, драгоценный сын, драгоценная дочь. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Ишуа. Амин. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Исраэль. Исраэль. Амин. Амин. Аминь.